Так, еще раз добрый день, наши дорогие зрители. Сегодня мы поговорим на тему, как поступить в вузы Австрии и получить вид на жительство в 2024 году. Это наш первый вебинар в 2024 году, и мы постараемся рассказать всю актуальную информацию, о чем нам известно на данный момент, и поможем спланировать поступление и переезд в этом году, и, возможно, избежать каких-то ошибок. Как будет проходить эфир? Мы, в первую очередь, спланируем, как самостоятельно или с нашей помощью спланировать переезд через высшее образование, и в том числе всей семьей, кому это актуально, как найти подходящие программы для гарантированного получения вида на жительство, как оценить потенциальные расходы на переезд и во сколько это может обойтись, и как все-таки переехать в 2024, 2025 и учебном году. И в конце вебинара мы проведем 15-минутную лайв-серию вопросов и ответов, поэтому все вопросы, пожалуйста, зафиксируйте. Мы, когда перейдем к этапу вопросов-ответов, вы сможете их в указанное время опубликовать, чтобы нам не приходилось их искать в длинной переписке в чате. Кто мы такие? Наша компания называется Education Vena. Мы работаем в Австрии с 2009 года, и за это время уже больше, чем полторы тысячи студентов и члены их семей переехали в Австрию при нашем кураторстве. Наши студенты уже не только поступили, но уже и закончили университеты, и успешно работают в Австрии, в других странах Европы, США, и у нас есть кейсы даже Канада, Эмираты и так далее, и даже Китай. Работаем мы с 2009 года и провели за время работы больше 30 тысяч подробных консультаций. Меня зовут Александр Соловык, я являюсь руководителем компании, и с нами на связи наш старший эксперт Мила Артемова. Мила, еще раз привет. Приветствую всех, особенно для тех, кто смотрит в записи. Супер. Короткая информация. Наше юридическое лицо, наша компания существует в Австрии с 2006 года. Официально мы стартовали проект Education Vena с 2009 года. Кому важно ознакомиться с нашей формулировкой лицензии, можете сделать скриншот и внимательно прочитать. По этому номеру можно посмотреть актуальную информацию. И хочется, я надеюсь, все-таки технические возможности Телеграма позволят нам провести эфир без перерывов. Если будет прерываться, тогда, наверное, лучше будет пересмотреть записи или переподключиться хотя бы. Но мы на качество связи Телеграма, наверное, повлиять напрямую не можем, поэтому будем работать с тем, что есть. Мила, хочется начать, наверное, с такой темы. Кому точно не подходит релокация через высшее образование? О чем мы хотим предупредить с самого начала? Да, Александр, правильно, что вы обратили на это внимание. Мы говорим про переезд через образование. То есть образование будет и учиться нужно. Поэтому, если вы готовы хотя бы к минимальной академической нагрузке, вы готовы вкладываться силами, деньгами, ресурсами, и вы готовы работать по правилам, по нормам и выполнять бюрократические формальности, значит, такой формат переезда вам отлично подходит. Также отражу, на какие образовательные программы можно запросить долгосрочную визу или вид на жительство. То есть на какие программы вы можете поступить, чтобы переехать в Австрию. Вы можете поступить на программы бакалавриата, то есть это первая ступень высшего образования, на программы магистратуры и такие программы, как MBA, Master of Business Administration. Эти программы длятся от одного до двух лет, тоже позволяют получить магистратуру. По продолжительности обучения мы тоже сегодня подробнее проговорим. А также программы докторантуры и отдельные исследовательские программы, которые длятся от одного года. Под любую из перечисленных программ можно получить вид на жительство студента, а также перевести с собой всю семью. Наверное, самая актуальная тема, о чем мало кто знает, мы хотим рассказать про 8 уникальных особенностей учебы в Австрии. Прежде чем мы перейдем к этой теме, пожалуйста, в комментариях напишите, сколько раз вы участвовали уже на наших прямых эфирах. Если вы еще ни разу не участвовали, поставьте нолик. Если вы были два раза, поставьте двойку. Если там три, три и так далее. Сколько раз вы с нами уже взаимодействовали? Мы перейдем к первому слайду. Большое преимущество и неочевидное преимущество австрийского высшего образования в том, что, несмотря на то, что Австрия достаточно небольшая страна, здесь можно получать высшее образование более чем на 200 специальностей, среди которых много высокорейтинговых программ и есть актуальные и востребованные специальности. И нам было бы также интересно узнать, если вы можете написать в комментарии, из какого вы города и какая специальность на каком языке интересна вам. Следующее большое преимущество австрийского образования в том, что вы можете получить или поступить на программы с гарантией получения оффера из вуза. Мила, я тебя попрошу раскрыть эту тему подробнее. Что мы имеем в виду под этим тезисом? Да. Университеты Австрии дают приглашение на обучение как на программы со вступительным экзаменом, так и на программы без вступительных экзаменов. И, кстати, таких программ без вступительных экзаменов очень много, как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. И это в том числе такие востребованные специальности, как искусственный интеллект, в том числе экономика, менеджмент. То есть действительно очень большой выбор даже таких самых популярных направлений. Более того, если ваша программа и подразумевает вступительный экзамен, но вы еще пока не готовы его сдавать, например, вам не хватает уровня языка, вы все равно можете получить приглашение пройти сначала подготовительный курс, а только после участвовать уже в процедуре отбора. И что отдельно круто, можно получать сразу несколько приглашений, как на программы с экзаменом, так и на программы без экзамена. Приглашения от разных университетов. Здесь нет лимита. То есть можно план А, план Б и план С для себя отобрать. А что еще действительно важно? То, что вы можете получить приглашение из университета независимо от того, сколько вам лет, из какой вы страны, какая у вас финансовая ситуация. Университету важно, чтобы вы выполнили базовые требования для получения приглашения, то есть имели определенный уровень языка и имели определенный уровень образования. И при наличии такого приглашения из университета можно оформить студенческий вид на жительство, который позволяет работать до 20 часов в неделю, который позволяет переехать, привезти с собой семью. И что еще отдельно здорово в сравнении с другими странами этой же Европы, даже если вам предписали программу подготовительных курсов, и если вы чувствуете себя достаточно уверенными и компетентными, чтобы сразу сдать экзамен по итогу курсов, вы можете сразу это сделать, не теряя времени. Поэтому хочется отметить, что Австрия в этом плане, конечно, очень удобная и прозрачная страна для переезда. Важно, конечно, помнить, что правила приема могут меняться, и всегда нужно проверять актуальную информацию на сайте ВУЗа, чем мы регулярно занимаемся. Милая, расскажи, пожалуйста, какие есть возможности учебы на английском языке в том числе, потому что мало кто знает, что учиться в Австрии можно не только на немецком языке, но и на английском. Абсолютно верно. На английском языке можно учиться даже на уровне бакалавра. Конечно, справедливо будет сказать, что на магистратуре англоязычных направлений достаточно больше, куда больше, но и на бакалавриате есть интересные программы в разных городах, как с экзаменом и без. Важно отметить, что для немецкоязычных программ предусмотрены также и подготовительные курсы. То есть, если вы пока еще не готовы учиться на немецком языке, но у вас есть хотя бы минимальный уровень А2, что такое А2 простыми словами? Умеете читать, умеете писать, можете поддержать базовый диалог, то есть базовое элементарное владение языком. С этим уровнем уже можно поступить в университет сначала на программу подготовительных курсов, дляучить немецкий язык до уровня достаточного. Это либо B2, либо C1, в зависимости от того, как хочет университет, как требует университет. И дальше продолжить свое обучение. На английском языке подготовительных курсов не предусмотрено. Поэтому для англоязычных программ нужно сразу иметь уверенный уровень. Либо B2, либо C1, если этого требует ваша программа. Следующая неочевидная особенность учебы в Австрии – это то, что подача документов и старт учебы возможно дважды в год, так как приглашение может действовать в течение двух семестров или даже дольше, например, в Венском Главном Университете. И переезжать можно, например, через год. То есть в этом семестре вы получили приглашение, еще полгода готовились, подачали на жительство, и аж через год приехали в Австрию. И нужно всегда, конечно, учитывать, в какой университет вы подаете, потому что некоторые вузы ограничивают срок действия приглашения, иногда даже всего на один семестр или на один год. Но, например, в Венском Главном Университете приглашение на данный момент бессрочное. Также хочу отметить, что вы можете заранее спланировать семестр для подачи и семестр для вашего переезда, и можно как-то постараться максимально компактно это организовать и буквально бегом-бегом переехать в ближайший срок, либо же растянуть по времени настолько комфортно, чтобы вы успели планомерно подготовиться по всем этапам и знать, что, например, вы через год переезжаете. Следующий частный вопрос, который нам задают, есть ли возрастные ограничения при поступлении в университет или при получении вид на жительство? Мила, что мы можем рассказать на этом этапе и про возрастные ограничения? Какие у нас были кейсы? Хорошая новость, что никаких возрастных ограничений не предусмотрено. И неважно, вы идете на программу бакалавриата, магистратуры, докторантуры, нет разницы. Также нет возрастных ограничений и для подготовительных курсов, и для студенческого ВНЖ. И честно скажу, что после нескольких лет работы с австрийским образованием для меня было некоторым шоком даже узнать, что, например, в некоторых странах Евросоюза подготовительные курсы нельзя пройти тем, кто старше 25 или 28 лет. В Австрии таких ограничений, повторюсь, не предусмотрено. И Алексей Александрович, верно, по очередному, что у нас были абсолютно разные кейсы. Как по поступлению и переезду в 12 лет, что достаточно рано для переезда. Обычно все-таки после окончания школы, когда мы 17-18, что тоже не имеет никакой разницы. Нет возрастных ограничений, переезжайте. Также и верхняя возрастная обхазанка, когда это переезд в 60+, несколько успешных кейсов и поступления. И в ВНЖ все выключили, и семейные переезды тоже есть. Я из своего личного опыта могу поделиться, что когда я учился здесь на бакалавриате на специальности международной экономики и бизнес, у нас на мой сокурсник был такой молодой человек, как говорят в Австрии, со старым лицом. У него было уже третье высшее образование, он получал в возрасте 73 лет. И для всех было абсолютной нормой, когда в таком возрасте человек получает новое высшее образование. И это очень похвально и здорово, как мне кажется. Поэтому я сам видел такие кейсы, и это только вдохновляет. Абсолютно. Одно из больших преимуществ поступления в университеты Австрии – это гибкий график учебы в университетах. Потому что именно в университетах, а не в школах предприятий наук, есть возможность самостоятельно составлять свое учебное расписание и строить свой график учебы. Это дает возможность регулировать академическую нагрузку и варьировать свою продолжительность обучения. В том числе высвобождать время на работу. Мила, если у тебя есть дополнительные комментарии, можешь рассказать, как это влияет на учебную успеваемость, какие есть особенности. Ключевая особенность, что вы составляете расписание на семестр вперед. То есть вам не надо думать на два года вперед, на три года вперед. Вы планируете свой семестр в зависимости от текущей занятости, от ваших проектов, от семейных нужд. И таким образом вы мобильны. Я вот хотела даже поделиться своим личным опытом. У меня на программе магистратуры за пределами Австрии такой возможности в принципе нет. И это значит, что нужно было сначала прослушать все лекции, а потом в любом произвольном порядке сдавать экзамены. Спасибо, конечно, экзамены, я могу сдавать гибко, но, честно говоря, я бы хотела еще раз прослушать многие лекции. Такого в других странах не получить. А вот в Австрии я бы могла абсолютно спокойно запланировать свою нагрузку и совмещать удобную работу, жизнь и семью. Но такой возможности у меня не было. Еще одна особенность учебы именно в Австрии – это ее доступная стоимость. 750 евро в семестр, то есть полторы тысячи евро в год, потому что в учебном году два семестра. И если сравнивать с другими странами, сразу становится очевидно, что это очень даже привлекательные условия по стоимости учебы. Да, например, в той же Германии есть университеты, которые условно бесплатно или еще дешевле стоят. Но, наверное, эту тему можно раскрыть чуть подробнее, потому что, насколько мне известно, на стоимость, минимальную стоимость учебы нужно претендовать только при наличии стипендии, других финансовых критериев и так далее. На что можно обратить внимание при поиске, скажем, максимально бюджетного высшего образования, если даже 750 евро в семестр окажется, возможно, кому-то дорого? Мила? Я просто добавлю, что фиксированная стоимость в Австрии распространяется по праву гражданства. То есть вам не нужно выполнять определенную академическую нагрузку или показывать определенные финансовые документы о доходах семьи. Это фиксированная стоимость, и это фиксированная стоимость абсолютно конкурентная в сравнении с другими странами Евросоюза. Я хотел бы, чтобы ты рассказал чуть больше, какие бывают именно финансовые критерии и требования в других странах, если вот кому-то очень важно попасть на максимально бюджетную учебу, какие бывают подводные камни, если вроде бы формально учеба будет стоить дешево, но, например, нельзя будет получить вид на жительство из-за того, что по финансовым критериям человек или заявитель не подходит. Да. В этой ситуации надо помнить, что если университет в другой стране назначает более низкую стоимость обучения на основании, например, финансов семьи, то возникает противоречие между теми финансовыми критериями, которые вы должны предоставить для скидки в университете, и теми финансовыми критериями, которые вы должны выполнить для получения вида на жительство. И таким образом здесь возможен отказ в виде на жительство, либо в стипендии, просто потому что этих доходов недостаточно или слишком много, чтобы получать стипендию. Также важно помнить, что любая стипендия – это тоже ваше обязательство. Обязательство учиться, и обязательство не просто выполнять минимальную академическую нагрузку, а показывать достаточно высокие результаты. И, например, даже в сравнении с ситуацией многих моих коллег, один из данных экзаменов может обернуться потерей стипендии, и тогда придется оплачивать полную стоимость без каких-либо скидок. Еще один важный момент, что если вы, например, берете дополнительное время на прохождение программы, и хотите, например, сделать магистратуру не за два года, а за три, то возможно изменение стоимости следующего года, когда вы все еще учитываете студенты, но просто дознаете оставшиеся дисциплины. То есть важно очень внимательно на будущее проверять и изменение стоимости из-за изменения вашей успеваемости, и изменение стоимости, если вы делаете программу чуть больше по времени, чем это требуется. Это самые такие два очевидных пункта, но скажу честно, что подводных камней в любых стипендиальных вопросах мерено-немерено. Да, и с этим нужно быть крайне внимательным. Одно из неочевидных, но очень важных преимуществ получения высшего образования в Австрии и релокацию в Австрию через высшее образование – это возможность получения семейного видножительства для супруга и супруги и детей. Что это значит? Что можно подать документы на видножительство одновременно, всей семьей, и переехать в Австрию сразу с семьей. А можно, наоборот, распланировать последовательный переезд, когда переезжает вначале абитуриент-заявитель, условно там мама или папа, организует весь быт, квартиры, жилье, страховки и все остальное, и после этого переезжает вся остальная семья. И при этом необязательно иметь доход именно на территории Австрии или Европейского Союза. В качестве доходов можно показывать доходы со стороны своего текущего проживания и происхождения. И чтобы сохранять и продлевать видножительства, вы не обязаны зарабатывать в Австрии. И вы в целом не обязаны вообще иметь активный доход, в том числе, чтобы сохранять видножительства семьи. Это суперважный пункт. И если Австрия не единственная страна, которую вы рассматриваете и смотрите еще другие страны для потенциального переезда, проверьте, нет ли в других странах, в которых вы смотрите обязательство основному заявителю, то есть студенту, даже при студенческом диножительстве, зарабатывать определенную сумму, чтобы иметь возможность присоединить супруга, супругу, детей, в очень многих странах такое требование и есть. И проблемой это открывается через год, когда вы будете продлевать видножительства и сможете с удивлением обнаружить, что, оказывается, надо было какие-то деньги декларировать. Будьте внимательны в этом вопросе. Итак, если подвести коротко, пять топ-преимуществ студенческого диножительства в Австрии. Первое, самое очевидное, это легализация в Европе, которая дает возможность семейного переезда и легализации супруга несовершеннолетних детей с правом посещения бесплатных государственных школ, любого медицинского страхования, детсадов и пребывания на территории Австрии и Европейского Союза до 365 дней в году. В Австрии весь год, в других странах до 90 дней. Поддержка университетов в процессе адаптации. Некоторые университеты оказывают специальную правовую, бытовую, социальную поддержку, в том числе по поиску жилья, по решению бюрократических вопросов и, возможно, поездок по обмену в другие страны или в другие вузы и так далее. Некоторые вузы такую поддержку оказывают. Также очень важное преимущество студенческого диножительства в Австрии по сравнению с другими странами, это то, что студенты в Австрии имеют право работать до 20 часов в неделю параллельно с учебой. И, конечно же, возможность получить образование, которое корректируется в большинстве стран мира и дает карьерные возможности не только в рамках Австрии или Европейского Союза, но и в любой другой стране мира. И также нужно помнить, что после окончания студенческого видножительства и после получения высшего образования здесь заявитель имеет право получить уже началь видножительства соискателя, после рабочего видножительства, после этого постоянное место жительства и после получения гражданства из Австрии. Да, потому что если вы получили свой диплом в Австрии, это значит, что для трудоустройства у вас есть льготные условия, и вы будете конкурировать с всеми европейцами на определенное вакантное место, и вам не нужно проходить каких-либо отдельных проверок, конкурентных проверок на биржах труда. То есть даже с точки зрения трудоустройства в Европе высшее образование, полученное здесь, это кратно увеличивающий шанс и фактор. Супер. Вопрос нашим слушателям. Что из этого вы знали, что не знали? Если узнали что-то новое, например, 1, 2 или 3 пункта, поставьте соответствующую цифру. Если не знали ничего из перечисленного, поставьте 8. Если знали половину, поставьте 4 и так далее. И сейчас предлагаю перейти к блоку по шагам для поступления, переезда в Австрию. Кому это актуально, поставьте, пожалуйста, тоже плюсики, и мы будем стартовать. Я коротко перечислю, на какие этапы в нашей работе мы разбиваем процедуру поступления, переезда в Австрию. Первое, самое очевидное, это подготовка к поступлению, куда в том числе входит выбор специальности, о чем мы расскажем попозже. Следующий пункт, это, конечно же, сбор и заверение документов по требованиям университета. Дальше эти документы нужно подать в соответствующий университет, и параллельно с этим желательно заняться бронированием жилья. И когда есть приглашение на учебу и жилье забронировано в Австрии, нужно заняться подготовкой документов для вида на жительство, не только для самого заявителя, но и для членов его семьи, если это актуально, и подать документы на студенческий вид на жительство либо в консульстве Австрии в стране проживания, либо на месте в Австрии, если это позволяют документы. После одобрения вида на жительство нужно оформить специальную визу, и после оформления визы, после положительного ответа из консульства, нужно заняться своим переездом, обязательным регистрированием на месте и получением карточки ВНЖ. Мы постараемся чуть подробнее рассказать про каждый шаг. Мила, на этапе подготовки к поступлению, что мы можем сказать, на что обратить внимание в первую очередь, и как можно подготовиться уже, возможно, сейчас? Да, первым шагом нужно определяться, в какой университет или университет, и на какие программы вы будете подавать заявление, потому что каждый университет вправе самостоятельно определять, когда принимать документы, какие документы от вас хотят увидеть, какие дедлайны вам ставят, какие языковые сертификаты от вас потребуют, и под требования вашей конкретной программы уже собирается пакет документов. Например, вот с языковым сертификатом. Очень многие университеты принимают онлайн-сертификаты языка, и не обязательно ехать куда-либо, чтобы сдавать языковой экзамен, все можно сделать из дома. То есть, чтобы организовать свой процесс, надо супервнимательно выбрать специальность. Мы с этим тоже помогаем, нам можно с этим обратиться, и уже под специальность формируется пакет документов и подготовка к экзамену, если экзамен предусмотрен. Тут, наверное, если нам может кто-то задать вопрос, как можно сейчас начать готовиться к поступлению, наверное, неважно, насколько заранее вы этим интересуетесь, ключевое – это получение языкового сертификата и подготовка по языку. В идеале и немецкий, и английский подтянуть до C1, если у вас достаточно времени, но если времени не очень много, сконцентрироваться на языке преподавания, выбрать программу, язык, на котором вы будете учиться, учиться и потянуть язык на максимально высокий уровень. Для немецкого минимум нужен А2, для английского минимум – В2, но лучше стремиться к C1. Это, наверное, такая общая и главная рекомендация на этапе подготовки к поступлению. Если вы еще не определились с программой или, например, хотите посмотреть альтернативные варианты в качестве плана B или C, можно пройти короткий тест и получить подборку из всех подходящих вариантов по вашим критериям. Я попрошу коллег оставить ссылку на этот автоматический сервис. Вместо того, чтобы искать в несколько часов информацию по сайтам университетов, вы убедитесь, что они иногда бывают очень запутанными, даже для тех, кто годами на этих сайтах университетов сидит, сэкономите себе кучу времени и получите уже сортированную информацию. Так что переходите по ссылочке и можете сгенерировать себе подборку. Что мы можем сказать про сборы и заверения документов для поступления? Наверное, в первую очередь о том, что это все зависит, первое, от университета, который вы выбрали, и второе, от специальности, второе, от специальности, которую вы выбрали, и третье, стороны происхождения ваших образовательных документов. Мила, я тебе дам слово, что мы можем расширить и какие рекомендации можно дать на этом этапе? Ключевая рекомендация, наверное, не торопиться, не бежать вперед паровоза, работать последовательно. Почему отмечаю? Я часто на консультациях, например, разбираю кейсы, когда люди потратили уже просто уйму денег на переводы заверения, а в итоге сделали просто не в том порядке или неправильный формат перевода. Поэтому на этом этапе важно убедиться, какой именно формат хочет от вас видеть университет. Если вы не готовы самостоятельно эту бюрократию на себя брать, и не надо, есть помощники, которые готовы этим заниматься. Это можно делегировать нам, и мы, конечно, с этой бюрократией работаем и подготовим тот пакет документов, которые хотят видеть ваши университеты. Следующий шаг после подготовки документов на выбранную специальность в выбранный университет это поступление в университет или получение приглашения на учебу. Оно состоит обычно из нескольких этапов и зависит от того, есть ли вступительный экзамен на эту специальность или нет, требуется ли прохождение предметных или языковых курсов или нет и так далее. И если разбить на ключевые этапы, это всегда почти есть либо онлайн-заявка в университет, либо физическая подача документов, отдельная регистрация на экзамен, отдельная регистрация на курсы, неважно, предметные или языковые, и после этого регистрация на стационарную учебу. Какой-то из этапов может отсутствовать, если вы, например, поступаете на специальность без вступительного экзамена с идеальным немецким или идеальным английским, и вы можете после онлайн-заявки и одобрения и получения приглашения сразу зарегистрироваться на стационарную учебу. Если есть экзамен, отдельно на него нужно будет зарегистрироваться, и важно помнить, что дедлайны, дедлайны, дедлайны всегда могут отличаться, и бывает такое, особенно это важно для студентов или абитуриентов, кто поступает сразу после школы, некоторые дедлайны заканчиваются до момента получения вами школьного аттестата. Например, на некоторые программы регистрация или предварительная регистрация заканчивается уже 30 апреля или 15 мая. Выдача аддестатов и дипломов обычно предусмотрена в конце июня, и многие на этом этапе упускают этот момент и не решаются на онлайн-подачу, из-за этого теряют целый год времени, потому что на некоторые специальности ограничение поступления один раз в год. на этом этапе важно заранее проинформироваться, проконсультироваться и узнать всю необходимую информацию про дедлайны. Часто бывает так, что можно первую онлайн-заявку подать без еще наличия школьного аттестата или диплома, и как раз таки в том числе с этим мы помогаем. Мила, есть ли у тебя дополнение по этому пункту, или мы идем к следующему шагу? Идем дальше. Бронирование жилья очень сложная тема на самом деле, особенно если речь идет про поступление в небольшие города типа Клагенфурта, Линца, Зальцбурга, Инсбурга и так далее. Потому что спрос на аренду жилья, особенно на студенческие общежития, в том числе и в Вене, иногда кратно в 6-8, а то и в 20 раз превышает предложение. И тут тут ключевое, что этим нужно заниматься своевременно, не слишком рано, чтобы не поторопиться, но не слишком поздно, чтобы не опоздать. И в принципе в Австрии студенты рассматривают разные типы жилья. В первую очередь наша рекомендация была бы рассматривать студенческие общежития, потому что там все включено, уже есть мебель, часто есть постельное белье, посуда, любые бытовые принадлежности. Цена включает в себя коммунальные платежи, но не везде студенческое общежитие доступно, и иногда студенты рассматривают либо специальные апартаменты, либо ищут частным образом и снимают квартиру полноценно. От этого способа мы, наверное, просто студентов, кто самостоятельно переезжает, не рекомендовали бы на это ориентироваться, потому что большинство квартир сдаются полностью без мебели, отдельно нужно позаботиться с контрактом на электричество, на интернет и оснастить всю квартиру мебелью, бытовыми всеми предметами, и вот такой промежуточный вариант между студенческими общежитиями и квартирой, есть аренда комнаты в общей большой квартире, например, квартира на три спальни, там в каждую спальню арендует отдельный студент. Такие форматы тоже есть, но этим нужно заниматься, как я сказал, заблаговременно, своевременно и этому уделить отдельное внимание, потому что рынок недвижимости в Австрии и в Европе в целом отличается от привычного нам. Следующий этап после того, как у вас есть приглашение на учебу и забронированное жилье, это подготовка документов для вида на жительство только для студента или для студента и членов его семьи. Мила, расскажи два слова, как происходит эта процедура, о чем нужно подумать заранее, что можно сделать заранее и куда обращаться, какие есть этапы. Когда вы переезжаете в Австрию, ваша бюрокотическая процедура выглядит таким образом, что вы сначала запрашиваете вип на жительство. Да, я не оговорилась, не визу, а вип на жительство. и ваши документы отправляются в тот город, где вы планируете жить и учиться. Над ними работает местная миграционная служба и сообщает вам решение. Как она его сообщает? Присылает вам электронное письмо. О чудо, не надо ходить в посольство, никто не будет звонить и вас беспокоить. Вам пришлют электронное письмо. Уважаемый заявитель, поздравляем, ваше дело одобрено. При том, что пришлют его в течение 90 дней. Если, конечно, с документами все в порядке. И вы, уже зная, что ваше дело одобрено, ставите въездную визу и можете переезжать. То есть, вот этого риска получить негативный ответ, когда вы уже потратили кучу сил, времени и денег и уже находитесь на территории страны, такого риска нет. И когда вы приезжаете в Австрию, вы фактически приезжаете, чтобы подытожить все дела по регистрациям, с университетом завершить, прописку сделать, страховку оформить, и вы уже забираете вашу готовую пластиковую карточку. То есть, подали на ВНЖ, получили электронный ответ, поставили визу, приехали забирать карточку. И эта процедура регламентирована по срокам. И в сравнении с другими странами это, конечно, кратно быстрее и гораздо более прозрачная обозримая процедура. Что надо помнить? Что в зависимости от того, какая страна выдает вам документы, выбирается метод легализации. И метод легализации может быть разный. Может быть, вам вообще ничего не нужно делать с вашими документами, и можно сразу нести их в миграционку. А может быть, вам надо сделать полную консульскую легализацию, которая продлится еще 12 недель. То есть, в зависимости от того, какой у вас комплект документов, можно посчитать, сколько времени вам потребуется, сколько денег вам потребуется, и когда вы фактически будете переезжать. И также важно помнить, что в зависимости от того, с каким комплектом документов вы переезжаете, меняются и инстанции, с которыми вы будете коммуницировать и работать. Это очень сложный вопрос, и мы стараемся не давать каких-то простых и вот таких однозначных ответов в наших вебинарах или каких-то коротких консультациях, потому что надо индивидуально собрать пакет документов с вашими вводными данными, с вашими финансами, вашими страховками, вашим кейсом и индивидуально его проработать. И если кто-то в каких-то комментариях дает вам быстрый прозрачный ответ, это red flag, об этом надо задуматься и критически мыслить. Поэтому всех приглашаю на индивидуальную консультацию, чтобы предвосхитить любые ошибки, потому что на этапе оформления вида на жительство больше всего проблем, которые дороже всего стоят. Я хочу еще один важный нюанс отметить, что как можно в целом подготовиться, как можно в целом обеспечить себя возможностью в течение например 90 дней получить вид на жительство. Ключевое требование для того, чтобы иметь возможность подать документы на вид на жительство, это наличие, первое, приглашение на учебу и второе, забронированного жилья в Австрии. И отсылка к пункту, где мы говорили о том, что есть вузы с бессрочным приглашением на учебу. Наша рекомендация для всех абитуентов, кто потенциально рассматривает возможность поступления за границу, это получить приглашение из университета как можно раньше, чтобы можно было в любой момент подать заявление на получение вид на жительство в Австрию, потому что заявление в консульство Австрии, например, в России или в Казахстане принимается круглый год по предварительной записи, и вот, например, если речь идет не про сентябрь, октябрь, ноябрь, запись можно получить уже на следующую неделю или через две недели, и сроки рассмотрения сильно короче, чем в высокий сезон, так сказать, осенний. Поэтому, если вы и так, если у вас есть намерение переехать в другую страну, и вы в целом готовы, то можно об этом позаботиться заранее уже сейчас и иметь такую возможность в любой момент податься на вид на жительство. Это первый комментарий, и второй комментарий наоборот. Даже если вы не до конца уверены, что хотите переезжать, но хотите, скажем, подготовить для себя план Б или такую возможность, вы можете, для вас это финансово, наверное, будет не так обременительно, как рассматривать другую страну, где вначале нужно переехать, забронировать жилье, и только там на месте податься на вид на жительство, находиться все время так. Здесь можно всю подготовительную работу проделать, она будет сильно бюджетнее, чем переехать сразу с головой в омут, как говорится, и уже после одобрения вида на жительство принимать решение, готовы вы ехать или не готовы. Такой комментарий, как можно подготовиться к этому, то есть подготовить себе запасной аэродром. После того, как вы подались на вид на жительство и получили положительный ответ из консульства или из магистрата, нужно проставить специальную студенческую визу типа D на 120 дней для того, чтобы у вас была возможность приезда в Австрию и оформление всех необходимых шагов уже на месте после переезда. Оформление студенческой визы обычно занимает от нескольких дней до примерно двух недель в зависимости от страны и города подачи, наличия консульского представительства и так далее. И это уже в большей степени формальность. Что мы можем тут добавить еще, Мила, на этом этапе? Что когда ваш вид на жительство уже одобрен, это значит, что вам осталось завершить формальные детали просто, чтобы его забрать. Поэтому каких-либо рисков не поставят визу, не выдадут карточку, если вы, опять же, не нарушаете никакие миграционные законы, здесь просто нет. И после того, как вы проставили себе визу D, которая позволяет вам приехать в Австрию и пребывать по ней 120 дней, нужно пройти обязательные регистрации в Австрии и сделать все необходимое для получения карточки вид на жительство. Просто ее прийти и забрать. В том числе зарегистрироваться в университет, зарегистрироваться на языковые или предметные курсы, оформить студенческую страховку, банковский счет, прописку и так далее. С этим мы всем тоже помогаем. И что нужно учитывать, это сроки и дедлайны. Потому что обидно, конечно, потерять время, но вдвойне обиднее потерять и время, и деньги, и возможность, например, своевременного начала учебы, когда, скажем, регистрация закончилась 4 или 5 февраля, а вы приехали 10 февраля и на неделю опоздали, на 5 дней опоздали на все регистрации. Вот эти все дедлайны нужно учитывать, нужно проверять заранее, потому что потеря времени это обидно, но ошибки с дедлайнами стоят еще дороже, в том числе в финансовом плане. И тут мы можем коротко подсветить, какие могут быть самые дорогие ошибки при планировании поступления и переезда за границу. Они касаются не только Австрии. Мила, тебе слово, какие у нас кейсы были, чем мы сталкивались или отчего мы предотвращаем в том числе наших абитуриентов и наших заявителей при работе с нами. Я скажу честно, что когда к нам приходят на первую консультацию, наверное, половина людей, которые приходят на консультацию, они приходят заранее, чтобы подготовиться, чтобы проконсультироваться на будущее, а другая половина это люди, которые либо уже сами попробовали поработать, либо поработали с другими агентствами или просто со студентами, которые сказали «Ай, я помогу, я знаю, я уже сам все прошел». И действительно приходится часто исправлять ошибки. Бывает так, что люди просто торопятся и делают какой-то перевод, какое-то заверение, потому что кому-то там университет дал добро вот с таким переводом. Это в корне неправильно, поэтому, пожалуйста, выбирая специальности университета, определяясь, надо понимать, какой пакет документов готовим. Также, если вдруг произошла какая-то ошибка с переводом и заверением, университет возвращает документы обратно, требует исправить и требует снова предоставить полный пакет. И вы можете себе представить, что ладно, если это онлайн-процедура туда-сюда передавать сканы, это одно дело, но тоже времени жалко. А представьте, если университет хочет видеть оригиналы. И так, несколько месяцев туда-сюда вы им пересылаете эти документы. А тем более сейчас в условиях, когда некоторые странные СНГ вообще исключены из такой международной пересылки. Еще одна, наверное, самая такая финансово серьезная ошибка, это когда люди бронируют жилье без учета реальных сроков или торопятся с бронированием жилья, потому что когда вы заключили контракт аренды, начинают действовать все условия по отмену, по переносу, и неважно, что происходит с университетом или видом нажительства, бронирование жилья это ваш отдельный контракт с инстанцией, с юридическим лицом, и вы должны его исполнять. И неважно, вы живете в общежитии или не живете в общежитии. И иногда, я скажу честно, что приходится клиентов уговаривать не торопиться и не бронировать жилье, потому что реально можно потерять очень много денег. То же самое для вида нажительства. Можно как поторопиться напереводить лишнего и назаверять лишнего, а можно некорректно подготовить пакет документов и, соответственно, получить дополнительный запрос и потратить кучу времени и денег на его исправление. Сюда же в эту категорию ошибок мы относим незапланированные перелеты, когда вы не учли, например, что регистрация оказывается онлайн, оказывается очень происходит, а не онлайн, и вам надо так-то очень в приемную комиссию прийти. Или когда приходит письмо, через две недели ждем вас на экзамене, вот такой адрес, а у вас визы еще нет. То есть вот такие моменты с незапланированными перелетами, незапланированной необходимостью явиться, тоже часто, к сожалению, у самостоятельно поступающих случаются. Ну и, конечно, отмечу, что нарушение миграционного законодательства тоже, к сожалению, случается, незнание законов не освобождает от их ответственности, и нам часто кажется, боже мой, какая нелогичная страна, какие нелогичные требования и законы, но мы привыкли просто думать в силу своего предыдущего опыта, и такое когнитивное искажение, к сожалению, случается, поэтому даже если что-то кажется вам супер логичным, перепроверьте, а реально ли действительно такие требования актуальны, и реально ли так работают законы в той стране, куда вы едете. А если вы что-то нарушили, то будьте готовы к штрафам, а штрафы действительно серьезные. Просто одна поездка без билета на общественном транспорте, это уже минус 150 евро в кармашке. Так что можете прикинуть, какие штрафы могут быть за нарушение миграционного законодательства. Это и 500 евро, и 5000 евро тоже вполне возможно. И, наверное, даже если отделаться деньгами, это, наверное, лучшее, что может произойти в такой ситуации, потому что чревато нарушение миграционного законодательства, чревато запретом на въезд не только в австриную в Вишенген и так далее. Поэтому лучше к этому не доводить и заранее к этому готовиться. Ну что, был ли полезен наш вебинар? Насколько было полезно до этого момента? Поставьте, пожалуйста, плюсики, какие-то реакции, чтобы мы поняли, как вам до этого. Следующей частью мы перейдем как раз к блокам вопросов и ответов. поэтому перед тем, как мы начали отвечать на вопросы и ответы, дайте нам обратную связь. Супер, я вижу, что люди полезного для себя все-таки нашли. Прекрасно. Милая, чем мы можем помочь? Давай расскажем, какие услуги мы оказываем, что мы относим в личное и индивидуальное сопровождение, в каких блоках мы можем быть полезны, какие задачи мы можем помочь решить. С огромным удовольствием. Мы помогаем на всех этапах. Это от подготовки пакета документов для университета, то есть блок работ по поступлению. Это блок работ по поиску жилья, помогаем вам заключить договор с общежитием или с апартаментами, если это семейный переезд. Помогаем подготовить пакет документов для вида на жительство и сопровождаем вас в этом процессе. Неважно, вы легализуетесь на месте, вы легализуетесь в посольстве в своей стране, а может быть вы вообще находитесь в третьей стране, не можете вернуться в страну гражданства и вам нужна помощь вот в такой конфигурации. Мы тоже активно работаем с такими кейсами за последний год буквально мне кажется десятки переезжающих семей. Поскольку мы находимся в Австрии, наш главный офис находится в Австрии, мы работаем здесь, мы оказываем очное индивидуальное сопровождение во всех инстанциях. В университет пойдем вместе, в банк пойдем вместе, страховку поможем оформить, то есть мы здесь на месте лично вместе с вами. И в период сотрудничества с нами в рамках договора конечно вы получаете информационную поддержку, если будет актуально можно дополнительно запрашивать эту информационную поддержку. Также помогаем вам и с продлением вида нажительства через год, когда текущий ВНЖ заканчивается. каждый пакет услуг он индивидуален, он в зависимости от ваших запросов именно подбирается под вас, все это обязательно фиксируется в договоре, все это четко прописано и стоимость каждого договора она варьируется в зависимости от тех услуг, которые вы хотите получить. Мы никогда не позиционировали себя как дешевое агентство, как дешевая помощь, мы выполняем экспертную работу и экспертная работа стоит денег. Но опять же, даже если вы просто приходите на базовую консультацию и хотите получить минимально возможный пакет услуг, это точно лучше, чем учиться на своих ошибках и тратить деньги на исправление этих ошибок. Поэтому, дорогие друзья, до встречи. Если вы понимаете, что вам необходима наша поддержка на этом пути, напишите нам, пожалуйста, либо наш телеграм-бот, его читают живые люди, бот просто помогает получить первичную информацию, можно написать нам ватсап, пожалуйста, отсканируйте QR-код. Если вы не уверены, что вам еще нужна помощь, или вы не уверены, что Австрия подходит вам для релокации, вы тоже можете нам написать, мы оценим бесплатно кейс и такую короткую консультацию тоже окажем. Абсолютно не в наших интересах брать в работу любого человека, так тоже не работает, мы работаем на результат и поэтому мы тоже отбираем кейсы, с которыми соответственно мы можем работать и понимаем, что да, все требования по учебе будут выполнены, на вид на жительство тоже вы требования выполняете, то есть четко сразу говорим на старте, еще до каких-либо платных консультаций. Поэтому... Да, тут наверное самое важное, что нужно понимать тем, кто приходит к нам с каким-то запросом, это на выходе, вот на первом этапе у человека появляется конкретно виденье и дорожная карта, шаг за шагом, что, зачем следует и часто мы на первом этапе уже даем какие-то рекомендации, которые сэкономят время, деньги или направим в нужном направлении, как действовать дальше, на что обратить сейчас внимание и как можно предотвратить ошибки, которые могут стоить времени и денег. И сейчас, я думаю, мы можем перейти к серии вопросов и ответов. Закладываем на это 15 минут, чтобы завершить 18.15 по нашему венскому времени. с этого 18.00 готовы принимать сообщения и отвечать на все вопросы. Ну что ж... Предлагаю тебе с первого вопроса начать, зачитай, можешь на него ответить или хочешь я отвечу. А можно перед тем, как мы пойдем к вопросам по списку, меня просто разрывает ответить на вопрос про негатив. Вот нам же писали вебинары, что же вы тут Австрию хвалите, давайте не только про позитив, а про негатив расскажем. Что не так в Австрии, кроме картофельного салата? И к нему можно привыкнуть. Абсолютно. Если вопрос касается конкретно учебы, тут нужно понимать, что учеба построена совсем по-другому, как нам привычно. Начиная с того, что в университете можно самостоятельно строить свое расписание, это как и плюс, так и для кого-то минус. Кому-то не хватает вот этой жесткой структуры, когда ему выдали 1 сентября учебный план и сказали с 8 до 3 часов дня ты проводишь в университете и потом до 6 делаешь домашние задания, как в школе и так в течение трех лет. Кому-то не хватает вот такой строгой структуры. Кому-то это очень сильно оставит в рамке и ограничивает возможности заниматься какими-то личными делами, семьей, работой параллельно с учебой и так далее. Минус гибкого планирования своей учебы в том, что многих не хватает навыков тайм-менеджмента и самодисциплины, чтобы идти строго по рекомендуемому учебному плану и справляться с необходимой учебной нагрузкой. Это 8 предметов семестр, примерно 30 ИЦТС, чтобы справиться с учебой на бакалавриате за 3 года и на магистратуре за 2 года. Но я знаю многих студентов, кто умудряется и самостоятельно учиться и закрывать необходимое количество предметов и параллельно при этом работать чуть ли не полный рабочий день и справляться. То есть если есть такая необходимость и желание вполне посильно сдавать все экзамены с первого раза на твердую четверку по-нашему и параллельно с этим еще работать 20 часов в неделю или иногда даже больше кто-то умудряется и заниматься еще и спортом и так далее. То есть можно вот так к этому относиться. Еще большая разница, не могу сказать это плюс и минус, здесь нету такого понятия как староста класса или куратор или какой-то куратор потока или группы и так далее. Очень большой фокус на самом менеджменте, самодисциплине и здесь студенты, которые идут в университет, они идут осознанно в большинстве своем случаев получать академические знания и академическое образование. То есть они уже приходят с навыком самостоятельно учиться и то, что дается на лекции, это часто всего там 20-30% того, что будет на экзамене. Остальных 70% это самостоятельная работа с учебными материалами и, к сожалению, многие к этому не готовы и либо пренебрегают, либо не знают, что так должно быть, либо привыкли готовиться к экзамену за одну ночь до экзамена. Так здесь не работает, не бывает и здесь даже, когда немецкий язык, скажем, или английский язык не идеальный, студенты, которые уделяют достаточное количество часов, фактически проведенных за учебниками, они справляются не хуже местных ребят или других иностранцев, у кого немецкий или английский родной. То есть здесь нужно усердно учиться и прям понимать. Вот меня всегда удивляло, как может быть такое, что даже на каникулах или там в выходные дни приходишь в библиотеку, а в библиотеке негде просто сесть, хотя еще там полдевятого утра, 200 учебных мест в одном зале и все заняты, негде учебник положить. Все учатся, потому что здесь есть культура, самообразование и вот такое дотошное отношение к деталям и к учебе. И это очень важно, и это сильно отличается. Для кого-то это большой минус, что нет такого формата, как учеба по билетам или по заранее подготовленным вопросам и так далее. Что еще про самоорганизацию? тут, наверное, нужны какие-то вопросы или вводные. И, наверное, еще большая сложность для многих это после переезда этап адаптации, потому что новая культура, новая страна, новый язык, новый быт, новый формат учебы, и многим кажется, что там все сокурсники умнее их или там лучше подготовлены и так дальше. нужно просто-напросто тогда компенсировать это усердием и трудолюбием, учеболюбием. И креативностью. Да, и креативностью в том числе. Да. Из еще каких негативных, вот я пытаюсь вспомнить, что-то, на что кто-то жаловался или на что я когда-то жаловался, так мне на ум ничего не приходит, тут нужна поддержка сказала? Я еще бы, наверное, хотела сказать, что объективно очень сложно учиться на иностранном языке. Но давайте будем реалистами. Получать высшее образование даже на родном языке это тоже сложно. И бывают моменты, когда оно и на родном языке не очень понятно. Поэтому чем более высокий у вас уровень языка на старте, тем комфортнее вам будет учиться. И что еще, наверное, такая рекомендация, часто люди как будто бы забывают, какой классный бэкграунд у них есть. И можно же рассказывать, как в вашей стране было привносить какие-то методы решения задач, теоретические подходы. Это прямо такой мой лайфхак, когда я понимаю, что где-то мне не хватает какой-то может быть базы, я начинаю рассказывать, а ведь можно же и под другим углом иначе учиться. Так что очень много всего можно рассказать. Я даже думаю, надо нам наверное какой-нибудь вебинар с вредными советами сделать и рассмотреть все негативные стороны жизни в Австрии. Ну и последний пункт, который хочу вообще в принципе про жизнь тоже сказать, когда говорят дорого, дорогая жизнь в стране, вот Австрия дорогая. давайте будем объективны. Вы переезжаете в страну, где уровень жизни гораздо выше, чем во многих странах СНГ и во многих странах мира, где даже минимальная заработная плата это 9 евро 60 центов в час, то есть это минимальная заработная плата неквалифицированного специалиста. Поэтому очень важно с чем вы сравниваете, очень важно какие реально объективные доходы и бюджеты есть и еще одна когнитивная такая можно сказать ошибка, когда мы сравниваем текущую жизнь в новой стране с уровнем жизни и расходами в той стране, откуда мы уезжали несколько лет назад. Поэтому давайте быть чуть более объективными и смотреть в реальности в глаза. Но если вернуться к учебе, опять же повторюсь, я знаю очень много кейсов среди наших студентов, которые в том числе участвовали у нас на вебинарах, которые умудряются не только хорошо учиться сдавать экзамены на высшие баллы с первого раза, совмещать это с работой, со спортом, с личными делами, с семестрами по обмену, но и в целом жить полноценной жизнью, активно путешествовать и так далее, и так далее. Тут все зависит от личного желания, личной ответственности, тайм-менеджмента и вот таких обычных базовых вещей. То есть это большое преимущество, что здесь опять же для того, чтобы хорошо учиться, здесь достаточно чаще всего усердия, не нужно быть суперталантливым гением, а вот тут как раз таки через усердие и учебу можно вполне себе хорошо демонстрировать отличную успеваемость. Но кому-то это возможно менее комфортно. Ну что же, давайте пойдем тогда по вопросам нашей аудитории. Здравствуйте, я на данный момент живу в Испании и в ближайшие полгода скорее всего получу карточку резидента. Гражданство РФ Армении. Скажите, пожалуйста, работаете ли вы с такими клиентами, дает ли это какие-либо бонусы при поступлении? Отвечу тогда или вы хотите? Могу я ответить как хочешь. Могу коротко совсем отметить. Если у вас уже будет карточка резидента Испании или любой другой страны Европейского Союза, это вам дает преимущество в том, что можно будет подаваться на вид на жительство, на австрийские студенческие вид на жительство напрямую в Австрии без необходимости ехать в страну гражданства, неважно РФ или Армения. Так что это вам точно сэкономит время и возможно обеспечит возможность простите за тавтологию начать учебу в том же семестре, на который вы получили приглашение. Таким образом сэкономить полгода времени. Если подробнее напишите нам в личные сообщения в Телеграм или Ватсап, разберем кейс и может быть сориентируем какой следующий шаг вам стоило бы сделать. Здравствуйте. Не могу найти точную сумму, которая должна быть в банке. Дальше приводятся расчеты. Алия, смотрите, точную сумму высчитываем не только исходя из возраста, а исходя из аренды жилья. Плюс еще каждый год есть индексация. У аккредитованных агентов, адвокатов есть также калькулятор. Можете нам написать, пересчитаем, скажем, точную сумму. И также хотела узнать, почему прием на зимний семестр, например, университет Грация заканчивается 30 ноября, если учеба начинается 1 октября. Здесь очень яркий такой пример, когда надо разделять сроки подачи заявлений и сроки зачисления на обучение. И вот этот дедлайн 30 ноября, он актуален для зачисления, когда вы уже должны с приглашением от университета явиться. Еще возможно, что вы видите такой срок, если вы указали, что у вас, например, гражданство Евросоюза, и вы хотите в последний момент присоединиться к программе. Иными словами, срок подачи заявлений не 30 ноября. Какой бы вуз вы не выбрали, нет больше ни одного университета, в который можно подать документы до 30 ноября. Надо проверять точную дату. Можете тоже нам написать, мы индивидуально проверим и подскажем. Следующий вопрос. Зачитаю, Александр, вас попрошу ответить. Давай. А, это было какое-то уточнение. Ладно, уточнение, видимо, к другому вопросу. Поступление на магистры с немецким языком через подготовительные курсы. Непонятны дедлайны. Сейчас можно подать заявку на осенний семестр на магистратуру после получения оффера. Какой процесс поступления на подготовительные курсы, какие дедлайны и какой процесс зачисления? Не пишет вопрос я понял в целом. То есть сейчас интересует магистратура с немецким языком, но не с ближайшего семестра, а со следующего зимнего семестра 24-25 года, который стартует в октябре 24-го года. Подача на, смотря какой вуз, конечно, вы выбрали, но подача в большинство вузов начнется либо в феврале, либо в марте, либо в апреле. Дедлайны где-то ограничены 30 апреля, где-то 15 мая, где-то до конца июня, июля или до 5 сентября даже могут быть дедлайны. То есть тут зависит от того, какой вуз и какую специальность вы выбрали. Если, скажем, вы выбрали Венский главный университет, подадите на него заявку на поступление в марте или апреле месяца, получите приглашение к июлю, августу, то вам явиться на личную регистрацию, если мы говорим про большинство вузов, на личную регистрацию нужно явиться не позднее 5 сентября. Это значит, что к этому времени вам надо получить приглашение на учебу, забронировать жилье, оформить видное жительство и приехать в Австрию. потому что дедлайны зачисления на подготовительные курсы часто заканчиваются сильно раньше, чем зачисления на программу. Вот как в предыдущем примере было указано, что зачисление до 30 ноября, а старт учебы с 1 октября, а регистрация на них была бы вообще до 5 сентября. То же самое и у вас. Да, но здесь есть еще какой момент, который мы должны учитывать, то, что одни вузы могут вот прямо настолько рано принимать заявки условно в марте, в апреле, а есть вузы, которые принимают заявки аж в июле. И, например, вот некоторые программы магистратуры Венского университета, они принимают документы в следующем году с 10 июня по 30 июля. И получается, что тут очень маленький запас времени на оформление ВНЖ. И это тот кейс, когда реально надо подумать еще над планом Б, а как бы побыстрее еще оффер получить. Прошу прощения, что я... Отличное уточнение. Отличное уточнение. Мы вернулись к тому, с чего я начинал. Тут важно понять, о какой специальности и о каком вузе идет речь. Поэтому, Максим, если вы нам это уточнение напишите в личку, мы вас сориентируем. Окей, прекрасно. Следующий вопрос. Нужно ли делать страховое покрытие для шенгенской зоны, которое стоит от 30 тысяч евро для получения визы в Австрию? Смотрите, страховое покрытие и стоимость страховки это очень разные вещи. Страховое покрытие 30 тысяч евро делать нужно. На эту сумму вы сможете получить медицинскую помощь в случае, если это будет необходимо. Но при этом стоимость страховки считается иначе. Ни одна страховка не может стоить 30 тысяч евро. Стандартная стоимость туристической страховки до 100 евро. И последний вопрос. На какую именно визу нужно подаваться? Вы подаетесь на вид на жительство. Не на визу. На вид на жительство. На студенческий вид на жительство, да. Да. Окей. Александр, следующий вопрос вам. Какие документы нужно подать в университет Вены на зимний семестр 24-25 как замещение документов в образовании, если еще нет школьного аттестата? Нужны ли выписки оценок часов за последние три года из школы? Если на данный момент нет у вас еще школьного аттестата, вопрос в том, когда вы его получаете. Если в этом году, тогда можно предварительно подать выписки оценок за последних три года, но вы пишете, что у вас есть дополнение к аттестату. Если у вас есть дополнение к аттестату и школьный аттестат, нужно подавать аттестат и дополнение к аттестату. Тогда выписки со школы не понадобятся. Тут, честно, я не до конца понимаю, что если у вас уже есть аттестат и приложение к аттестату, вы подаете эти документы. Аттестат на немецком языке или университеты его называют Reifetz-Oignis. А что на метафле? Это учебный план. Это касается например немецких или австрийских школ. Вам нужен школьный аттестат из Украины и приложение к аттестату. Если оно у вас уже есть. Да. Приложение к аттестату более чем достаточно. И никакие выписки школьной программы никакие количество часов вам для выпускников школ из Украины не требуются. То есть нам нужен додаток, нам нужно святоство. Все. Это два документа, которые нам нужны. Дальше. Если вы понимаете, что дедлайн у вас раньше потому что в Венском университете дедлайна два. Один дедлайн на 5 июня, а второй дедлайн он аж 30 июля. И я предполагаю, что до 30 июля все-таки школьный аттестат у вас будет. Поэтому здесь смотрим программу, смотрим дедлайн и дальше используем школьный аттестат. Если регистрация заканчивается до того, как вы получили школьный аттестат, вы ставите университет в известность и вы будете доносить документы об образовании. Если аттестат получили раньше, сразу же его загружаем уже в личный кабинет университета. Надеюсь, внесла ясность. Прочитаю следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про медицинскую страховку. Сколько примерно стоит? Как и когда ее получать? И для ВНЖ нужно иметь определенную сумму денег на счете каждый месяц? Если да, какую? Должно ли быть очевидно, откуда она берется? Если речь идет про первую медицинскую страховку для получения студенческого вида на жительство с суммой покрытия до 30 тысяч евро, она стоит, как Мила сказала, до 100 евро примерно на одного заявителя. Как и когда ее получать? Перед подачей на вида на жительство. Если речь идет уже про студенческую медицинскую страховку после приезда в Австрию, она для студентов стоит примерно 67 евро в месяц. Ее получать после приезда в Австрию и регистрации в университет. Для вида на жительство нужно иметь определенную сумму денег на счете каждый месяц? Нет. Нужно иметь сумму на счете перед подачей или при подаче на студенческие вида на жительство. И второй раз нужно справку о наличии достаточных финансовых средств показать при получении карточки вида на жительство на месте в Австрии. Сумма эта рассчитывается из нескольких параметров. Есть специальная формула, но она зависит в том числе от стоимости вашего жилья, стоимости вашей медицинской страховки, если вы ее уже оформили в Австрии, и других ваших личных расходов. Мы ее можем для вас отдельно посчитать. И да, иногда спрашивают, требуют доказать происхождение денежных средств на счете абитуриента, на счете спонсора и так далее. С финансовыми документами тоже есть много нюансов, которые нужно проговаривать индивидуально. Надеюсь, я ответил на вопрос. Не прибавить, не отнять. Я тогда давайте отвечу на следующий вопрос. Есть ли шанс попасть в магистратуру, если в дипломе бакалавра немного не хватает образовательных кредитов по предметам, которые требуют вкуса? Шанс есть, но в зависимости от того, какие именно это дисциплины, какие требования у университета, и что у вас вообще со всеми остальными документами в пакете. Иными словами, я бы не давала стопроцентной гарантии. Дальше. Во всех ли вузах Австрии есть подготовительное отделение для изучения немецкого языка? Как узнать, есть ли ПО при вузе? Здесь нужно очень внимательно читать раздел про каждую конкретную образовательную программу, потому что даже если подготовительное отделение при вузе и существует, может быть такая ситуация, что, например, магистров, ну, например, на него не отправляют. Вот, например, Венский экономический университет бакалаврам дает право доучить язык, а магистрам не дает. Поэтому очень важно это индивидуально перепроверить. Но почти во всех городах есть подготовительное отделение при разных университетах. Очень коротко про следующий вопрос про стипендии. Стипендии в Австрии существуют. Просто, во-первых, они чаще присуждаются как формат гранта или финансовой поддержки под исследование, под проект, под стажировку. Второй момент, что если стипендию, если вы и подаете заявление на стипендию, это значит, что вы уже зачислились на обучение, вы уже показали какие-то результаты. Иными словами, пока еще вы не зачислены и просто планируете поступление, на стипендию подаваться рано. Итак, Александр, следующий вопрос. Музыкант, студент последнего курса колледжа искусств в РФ. Сможет ли поступить на бакалавриат в универ Австрии? Или необходимо еще промежуточное обучение? Для поступления на бакалавриат в университет Австрии достаточно было бы даже вашего школьного образования, диплома колледжа. И тем более, если у вас... Да, и как раз речь идет про колледж искусств. Вам не нужно будет получать промежуточное обучение, не нужно отдельно поступать в ВУЗ РФ. Вы можете уже с дипломом колледжа искусств поступать сразу на бакалавриат в университет Австрии по нужной специальности. Если укажете, какая специальность вас интересует нам в личку, мы, может быть, вас сориентируем чуть точнее. Отлично. Я бы сказала, что это, наоборот, даже плюс, потому что творческие направления это всегда творческий конкурс. Поэтому, когда вы уже закончили определенное учебное заведение и уже имеете навыки, вы будете лучше, чем, условно, остальные 50% заявителей. Дальше. Нужно ли ставить апостиль на свидетельство о рождении для студента и супруга? И в целом расскажите для ВНЖ, что нужно делать с этим документом? На каком этапе этот документ нужен? Во-первых, свидетельство о рождении нужно далеко не всем. Более того, его у студентов, например, на данном этапе никто и не требует. Раньше требовали? Не спорю. Главная рекомендация здесь, вот честно, откровенно, приходите на индивидуальную консультацию, разберем ваш кейс. Потому что, судя по вопросу, есть подозрение, что как будто вы делаете лишнюю работу. При том, что для университета, в принципе, никакое свидетельство о рождении не нужно. И если переезжают несовершеннолетние дети, оно потребуется вам для ВНЖ ребенка. То есть нюансов много, давайте разбираться индивидуально. Следующий вопрос. На данный момент находимся не в России, делаем ВНЖ Сербии. Где в данном случае эффективнее будет подаваться на австрийский ВНЖ? В Белграде или съездить в Россию? Насколько ощутима разница по срокам при подаче через российское посольство? Прекрасный вопрос. Я думаю, что он очень многих людей сейчас волнует. На самом деле абсолютно нет разницы через посольство в какой стране вы подаете свое заявление. Просто потому, что посольства, они играют роль дипломатического представительства. Вот как курьеры, честно говоря, задача посольства у вас в пакет документов принять и в миграционку вашего города передать. То есть решение по виду на жительство принимает не посольство Австрии в России, не посольство Австрии в Сербии, а миграционная служба того города, куда вы переезжаете. Поэтому, если вы планируете поездку домой и хотите совместить, например, визит к родственникам и визит к посольству, хорошо, вас там примут без проблем. Если вы не хотите возвращаться, чувствуете угрозу, вы можете спокойно действовать через австрийское представительство в другой стране, и по срокам это будут одинаковые процедуры. Тут, наверное, сделаю дополнение. Еще это зависит от наличия записи в посольство. Бывает такое, что посольство или консульство вводит запись, и запись, возможно, на следующую неделю или через два или три месяца. Если требуется запись, нужно на это обратить внимание первое. Второе. Обратить внимание, насколько вам комфортно будет летать отдельно, то есть ради этого лететь в Россию не обязательно при условии, что у вас уже есть ВНЖ в Сербии. Но у этой подачи есть и другие, скажем, нюансы, что, например, понадобятся отдельные документы из Сербии, та же справка об отсутствии судимости. Поэтому тут тоже такой индивидуальный запрос. Мы с таким много уже работали, у нас есть опыт, и нужно будет планировать это очень тщательно, чтобы, в том числе, может быть, сэкономить ваши финансовые средства на необязательных лишних поездках. Абсолютно верно. И я бы еще хотела отразить, что каждое посольство вправе организовывать самостоятельно систему записи. И иногда, например, можно онлайн записаться где-нибудь на сайте, а иногда надо связываться с посольством. То есть у каждого посольства вот именно организационные моменты, они разные. Поэтому что я вам могу сказать? Давайте индивидуально разберемся и найдем лучшую стратегию. Следующий вопрос, интересный от Алифтины. В случае с Австрией, что бы вы порекомендовали? Сосредоточиться на одном вузе специальности для поступлений или на нескольких? Какая стратегия увеличивает шанс поступления в случае с Австрией или в целом с поступлением в европейский вуз для жителей СНГ? Мне на этот вопрос ответить. Что вы нам расскажете на этот вопрос? Я бы рекомендовал бы рассматривать несколько вузов и несколько специальностей, потому что это вас не ограничивает. Правда, за исключением, например, медицинского университета или специальностей, на которые экзамен проходит в один день и в одно и то же время. Например, какая-нибудь информатика. В некоторых случаях есть смысл рассматривать поступление и получение приглашений из нескольких вузов. Так у вас больше шансов и больше вариантов просто поступления и переезда. И, возможно, вы таким образом еще и сэкономите время, потому что какой-то вуз может рассмотреть ваше заявление за две недели, а другой вуз, который, возможно, был бы вашим первым приоритетом, будет рассматривать заявление три или четыре месяца. И вам никто не мешает подать, если речь идет про один и тот же город, подать приглашение от, скажем, Венского технического университета, а фактически начать учебу в Венском главном университете. Такие варианты тоже есть. Но, повторюсь, если речь идет про какие-то узкие специализации, на которые предусмотрен вступительный экзамен, и экзамен проходит в один день и одно и то же время, возможно, вам это ничего не даст, но и при этом вас это ничем не ограничивает. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я бы от себя добавила, что главная рекомендация подобрать для себя план Б. Пусть у вас будет план А, ваша программа, куда вы больше всего хотите, куда вы готовитесь, куда вы прицельно идете. Но сделайте для себя план Б, программу без вступительного экзамена, где вы 100% получите оффер, где у вас будет учебное место. Вы сами будете гораздо спокойнее и эффективнее в своей подготовке на конкурсную программу, зная, что план Б рабочий у вас уже есть. Поэтому желаем вам удачи во всей подготовке. Да, и я еще здесь дополню, особенно это касается тех, кто интересуется медициной и стоматологией, потому что конкурс на эти специальности очень высокий, до 12, до 15 человек на место. И будет обидно готовиться весь год к поступлению, не сдать экзамен с первого раза и потерять год пребывания и учебы в Австрии. Поэтому иногда есть смысл рассмотреть какой-то план Б или альтернативный вариант. У нас с вами заканчивается время, поэтому я сейчас, наверное, беру самые такие часто встречающиеся, самые актуальные вопросы. И давайте буквально вот две минутки. Не смогла найти специальность по медиакоммуникациям. Есть ли такие? Есть. Они просто могут чуть иначе называться. Они могут называться условно коммуникация, они могут называться публицистика, журналистика. То есть смотрите в том числе не только по ключевому слову медиакоммуникация. Как и где пройти тест на необходимый уровень английским? Смотрим требования программы, смотрим перечень тестов, которые принимает ваш университет, ваша программа и сдаем тот, который больше всего нравится. Сколько нужно иметь на счете денег для оформления студенческого ВНЖ? Зависит от двух факторов вашего возраста и стоимости вашей аренды. Рассчитывается индивидуально, можете нам написать посчитаем от вас. После окончания вуза сколько дают времени на поиск работы? Один год для поиска работы. Важно ли то, что было не оконченное первое высшее образование? Абсолютно не важно. Более того, можете эти транскрипты использовать как дополнительный бонус. Тоже можем индивидуально обсудить. Что тут еще? Через сколько лет можно получить гражданство или ПМЖ? Сильно зависит от уровня вашей интеграции. Будем честны, учеба в вузе засчитывается как 0,5. То есть полгода вашего стажа это один год студенческого вида на жительство. Если программы со стипендиями, они существуют, но мы стипендиями не занимаемся. Сначала поступление, потом уже можете запрашивать стипендию, когда вы показываете академический результат. Ну и давайте, наверное, какой-то последний вопросик. Подробнее просит рассказать про подготовительные курсы, но я бы, наверное, попросила коллег добавить ссылку на наши вебинары, где мы говорили более подробно, а в том числе у нас там есть даже с экспертом с приглашенным вебинар. И последний. Сколько можно работать студентом? До 20 часов в неделю в найме на учебеском учебодателе студент может работать. В том числе, кстати, в праздники, в каникулярный период, то есть в течение года до 20 часов в неделю работать можно. И что я вам могу еще сказать? Все, ребята, я все сказала. И в завершение всем, кто нас дослушал до конца и дослушал до этого момента, мы дарим от нас небольшой бонус. Это карту дедлайнов на следующий учебный семестр в формате диаграммы ГАНТа. Мы составили такой опорный документ или шпаргалку, или дорожную карту. Вы ее можете скачать либо у нас в телеграм-боте, либо в ватсап, написав большими буквами слово ГАНТ. Именно нам в телеграм или в ватсап, и тогда вы получите ссылку на скачивание. На этом месте мы с вами прощаемся. Большое спасибо за ваше внимание. Будем рады разобрать ваши кейсы и помочь вам с организацией поступления и переезда в Австрию, через высшее образование. И будем рады быть вам полезны. Большое спасибо, Мила, за совместный вебинар. И до новых встреч через две недели, думаю. А я попрошу наших слушателей поделиться обратной связью. Если вам было важно, полезно, вы для себя новую важную информацию выделили, дайте нам знать. Это реально помогает с большим энтузиазмом, включением, любовью проводить для вас такие вебинары. Дайте нам обратную связь. Спасибо, хорошего вечера и до встречи в индивидуальных консультациях. Большое спасибо за внимание.